Дорогие друзья, сегодня гость нашей программы Валерий Александрович Еремин. Он живет в Сурском и пишет о том, что дорого сердцу, о том, что знает и любит. Валерий Еремин – член Союза журналистов России, член Союза писателей России и руководитель Сурского литературного объединения «Промзинские слоги». Итак, слово Валерию Еремину. Добрый день, дорогие друзья! С чего все началось? Я вспоминаю своего отца. Вот здесь вот я могу вам показать вот этот сборник, вот эту книгу. Это реликвия нашей семьи. Это издание Пушкина 1924 года. Вот по ее состоянию вы можете судить о том, что она всегда была в руках, в чьих-то руках. Кто-то ее брал, читал. Одним из читателей первых – это был мой отец. Он приобрел эту книгу и часто читал в детстве, читал мне рассказы и стихи Пушкина. Он очень много знал наизусть стихов Пушкина. Несмотря на то, что у него была небольшая, но очень подобранная библиотека, он был грамотным человеком. И сам иногда писал в районную газету. Он любил писать такие вещи, как рассказы небольшие, заметки и так далее. Любимым его еще был писателем, был Зощенко. И вот рассказы, которые я тоже старался читать, произвели на меня первые впечатления, произвели стихи и повести, рассказы Пушкина. А второе, что Зощенко и Чехов. И когда я стал учиться в школе, то я невольно тоже потянулся к тому, что что-то бы написать, какой-то рассказ, какое-то стихотворение. Насколько это у меня получалось, я не могу, конечно, судить. Я это писал все, так сказать, в тайне для себя и никому не показывал. Единственным моментом, когда я решился блеснуть вот этими своими литературными творениями, в кавычках, конечно, это было на экзамене по литературе в восьмом классе. Но тут я преследовал, конечно, такие цели, чтобы получить хорошую оценку. И тогда я, значит, прочитал свои стихи. Ну вот одно стихотворение, в котором, значит, есть такие строки, я потом его, правда, немножко переделал. Вот помню только эти строки. «Стоять деревья в лунном свете, на звезды смотрят в ушину, Россия всех милей на свете, как я люблю мою страну». И вот, видимо, я произвел впечатление на преподавателей. Они мне советовали там кому-то обратиться, кто может помочь мне. Вот послушали мои стихи, спросили, есть еще, я говорю, есть. Ну и я стал выбирать человека, который бы посмотрел, посоветовал. Но получилось немножко по-другому. Человек, который посмотрел эти мои произведения, или как я их потом называл в кавычках «шедевры», «шедевры», и раскритиковал. Ну и я, значит, решил больше написать. Причем еще что самое страшное, это я все уничтожил. Все уничтожил. И только понял, что свою ошибку, которую я допустил, после уже, значит, можно было оставить, потом все это посмотреть, переделать. Те мысли, которые тогда мой детский, юный, значит, мозг что-то, значит, воспроизводил, можно было все пересмотреть. Но после того, как я это все забросил, ну, поэзия, значит, словами известного писателя в моей душе угасла не совсем. Значит, что же происходило со мной? Я заметил, что вот находясь где-то на природе, один, что-то делая, какую-то выполняем монотонную физическую работу. Во мне начинают какие-то строки. У меня в голове начинает сбиться какая-то строка, стиха, значит, требующая какого-то продолжения. Или же строки какого-то рассказа, какой-то рассказ начинает в моей голове складываться. И я первое время, значит, думал, что это какое-то странное, какое-то странное явление. Я даже немножко боялся этого. Но потом я успокоился, значит, я спрашивал себе, ну, что происходит со мной? Но потом решил все это записывать. Вот то, что у меня записывать. Записывал, но записывал все в стол. Все в стол. Значит, приходилось много работать. Я закончил, заочно закончил Ульяновский политех, политехнический институт. У меня энергетическая специальность. Значит, я более 25 лет преподавал в училище и в техникуме. Работал радиомехаником, да, я был начальником ателье. То есть я был технический человек, была семья и так далее. Но иногда я находил моменты все-таки писать. Ну, как еще раз повторю, это все шло в стол. И толчок вот произошел такой. Я до этого не публиковал. То ли это еще какой-то сверху голос, то ли, значит, уже вот эта сама обстановка, она подвела меня к тому, чтобы я опубликовал какое-то произведение. А какое? Первое произведение, которое я написал, ну, может быть, оно не очень совершенное, оно было посвящено маме. Маме исполнилось 85 лет. Уже такой почтенный, треклённый возраст. Ну, что можно подарить в этом возрасте человеку? И я написал стихи. Написал стихи. Сейчас я вам прочту. Тебе сегодня 85. Такие годы за твоей спиною. И хочется всем нам тебя обнять. Так хочется увидеть молодую. Но годы не вернуть нам спять. И я слезы поэтому не скрою. Дай Бог тебе еще года считать, Еще быть матерью земною. За нас молиться и страдать, За нас идти дорогу и святую. Живи, как святое слово мать. Не может быть твоя судьба иною. И разреши сегодня мне назвать Тебя богиней земною. И я отдал вот это стихотворение. Ну, я, в принципе, не надеялся, Что его опубликуют. Отдал в газету «Сужская правда». Ну, и, к моему удивлению, оно было опубликовано. Ну, и потом, потом редактор И ответственный секретарь газеты Начали спрашивать, а что у тебя там? Может, еще что-то есть? Может, стихи. Вот у нас, как они выразились, У нас вот напряженка с прозой. Может быть, прозу у тебя есть? Я говорю, есть проза. Ну, что ж, давай. И я тогда, значит, им дал мой рассказ «Камешки». Это рассказ «Воспоминания», Который, значит, у меня есть Вот книга «Камешки». Вот эта вот книга. Вот здесь, В этой книге Первым рассказом стоит Здесь первый рассказ «Камешки». Камешки. Вот так вот началась публикация. А до этого, значит, я, значит, не выпускал книги, Но я пытался делать самоиздат. Вот, допустим, вот такую вот книжечку. То есть я подбирал материал, Подбирал рисунки, значит, все, И вот таким образом скреплял, взял вот такие книжечки. Вот такие книжечки. Это самоиздат. А первая книга, Первая книга. Пройду по улицам Промзинским. Вот она перед вами. Она вышла в 2012 году. 460-летию поселка Сурское Промзино. Пройду по улицам Промзинским. То есть старое название у нас поселка Промзино. Сурское ее гораздо позже, уже при советской власти, Назвали. Значит, визитной карточкой нашего поселка является Никольская гора. Паломники со всей, можно сказать, со всей России Шли, значит, на поклон Николаю Чудотворцу Горнику на эту гору. Ну, есть красивая легенда об этом. Значит, здесь у меня тоже в этой книжечке вот есть. И здесь стихотворение и немного прозы. Пройду по улицам Промзинским. Это 2012 год. Вот эту книгу я издал. Ну, здесь я вот хотел бы немножко прочитать. У меня здесь небольшая поэма есть. В стихах поэма. О Промзино. Значит, городище Промзино называется. Что в мире может быть дороже земли тебя, родившей уголок. Время ходит по поселку, по Промзинским уголкам, Совершая втихомолку легкий экскурс по векам. На гору взойдет святую, там помолится слегка, Оглядит реку большую, золотые берега. Поглядит на купол неба, задремавший будто лес, На поля рженого хлеба, набирающего вес. На толпу холлов идущих, что укрылись листвой, На ряды домов бегущих, белогоровки седой. И увидит за оврагом той истории село Под святейшим русским стягом Ваньки грозного челом. Деревянное строение и глубокий рядом ров Можно там найти спасенье и защиту от врагов. Деревянном тома строгий, стены тыном в два ряда, Преградившие все дороги, охраняя города. Там, где с башнями ворота, о них с ядрами пищаль, И стрельцов у тех забота зорко всмалывается вдаль. И царя полки большие, конных, пеших и стрельцов, Песни, пляски озорные из народов удальцов. Пушки медные литые, запах дымный от костров, Звезды в небе путевые, звон оружия и бойцов. Время ходит по поселку, по парамзинским уголкам, Собершая в Тихомолку легкий экскурс по векам. Ну, это вот я небольшую часть прочитал. Там, значит, дальше я тех людей, которые в свое время, Значит, у нас богатые люди, которые, значит, один товарищ, Петр Растригин, он, значит, изобретатель одной из лучших сушилок. То есть вот таких людей, значит, вот здесь я в этой поэме о них сказал. Ну, и, как я уже сказал, вот следующая книжечка была. И причем всем эта книга, ну, тот, кто с ней сприкасался, Я всегда слышал неплохие отзывы. Понравились, понравилась, моя проза понравилась. Вот сегодня я хочу, значит, небольшой, коротенький рассказик Из этой книжечки, камешки, прочитать. Значит, рассказ называется «Рыбка моя». Этот рассказ участвовал в конкурсе «Консомольской правды». И очень много голосов было отдано. Но я не занял там первого места, но это, в принципе, был как бы международный даже конкурс. То есть там из Канады, из Америки, там, то есть вот разные товарищи представили тоже свои рассказы на этот конкурс. Значит, значит, но мой рассказ выглядел достойно. Рыбка моя. Лешка и сам толком не понял, как это все случилось. Не заладилось как-то с женой. Решили жить. Раньше жили нормально. И называл он ее, называл он ее часто «Рыбка моя». А тут слово за слово, акула зубастая, да и гораздо хуже. И вот однажды она собрала вещички и уплыла к маме в город. Лешка сильно переживал, хотя вида не показывал. Немного успокоившись, начал писать жене письма. Перед отправкой перечитывал и сам содоргался от написанного. «Неужели это не тронет, не проймет ее, а?» С надеждой думал он. И вот долгожданный ответ. «Может быть, приеду в гости на Новый год». В душе Лешка ликовал, но на людях был спокоен, едва скрывая свои чувства. Новый год медленно казалось Лешке, но приближался. Незаду он решил съездить в лес за елкой, а заодно проверить озера. Некоторый уже прошел сгар. «Повезет, попаду на сгар, поймаю рыбы к новогоднему столу». Мечтал он, кладя в коляску старенького мотоцикла топор, пешню, черву и пару мешков. Мороз и снег не пугали Алексея. Он от природы был крепким и здоровым, а помахав в кузне молотом, еще больше закалил себя. Раскрасневшись от облизывающего его лицо холодного воздуха, он пробирался по снежным волнам лесной дороги. Иногда спрыгивал с мотоцикла, чтобы подтолкнуть, если тот застревал. А вот и еловые посадки. Леха выбрал приглянувшуюся елку. «Думаю, понравится моей снегурочке». Улыбался он, нежно укладывая елку в коляску и вслух разговаривая сам собой. «Так, а теперь проверю озеро». Лешка знал, и не только от рыбаков, что оно горит обычно на Новый год или накануне. И крайне был удивлен, на озере не было никого. Взяв пешню, он сошел на лед, выбрал место и нрачи прорубил майну. Очистил ее от льда. Я, пристально глядя в темное водяное окно, старался угадать, будет сгар или нет. Вода припахила. Мемра, мелкая рыбешка, начинала клубиться в майне. Лешка сделал вывод, надо ждать. На озеро и окружавший его лес как-то сразу, рухнув, упала ночь. Лешка наладил костер, в большой железной банке заварил смородиновый чай, закусил салом с хлебом. Ночевать одному в лесу даже зиму ему было нормально. Он был настоящий мужик, рыбак и охотник. Ленька дремал в костра, которое согревало его тело, а душу грела предстоящая встреча с женой. В дреме ему даже виделись любовные сцены. Он что-то бормотал и улыбался. Временами стряхивая сон, проверял майну, а рыба не шла. Минулую ночь, и только днем, немного стала тянуться рыба, и то периодами. В Лешке проснулся инстинкт, взов предков. Он прорубил еще три майны и забыл обо всем на свете. Он метался от одной майны к другой. К вечеру он наловил целую коляску рыбы, а она все шла и шла. Он умудрился утопить топор, попробовал достать палкой, черпалом не получилось. Надумал нырять, разделся до гола, и, попрыгав у мая, не решился. Да ну ее нахрен! Еще русалку тащит или прибор оторвет. И, рассмеявшись, мигом оделся и кинулся в костру. Теперь это было тлевшее большое сухое дерево на берегу. Так он вторую ночь ловил, бегал, грелся, дремал, а рыба все шла. Когда он спал, ему привиделось, будто его окружили огромные чудовища. И решили казнить, сжечь на костре. Лешка вскочил и рванул от чудищ. Очнулся в лесу, недалеко от костра. Большой палец правой ноги стал мерзнуть. Прогорел валенок. Дыру пришло заткнуть тряпкой. Зародилось новое утро. А рыба шла. Лешка сломал, черпала. А рыба шла. Он ловил еще два мешка. Бросил старый шубняк. Закатал рукава и ловил рыбу руками. Они стали похожи на красные гусиные лапы. Мужики, приехавшие на озеро, издали, с другого берега не могли понять, что это. Что за зверь на льду и что он делает. Подойдя ближе, они все поняли. А Лешка, взглянув их в сторону, дико сверкнув глазами, прохрипел. Не подходи, это мои майны. Моя рыба, руби свои. Да ты че, Леха, что с тобой? С Новым годом тебя. С каким еще Новым годом? Да сегодня же 1 января. Тогда-то Лешка пришел в себя и принял человеческую позу. Встал на ноги. Там, Леха, у тебя вроде жена приехала. Не вроде, а точно, сказал второй. Моя ее видела. Что-то прорычав, Лешка ринулся к мотоциклу. И вскоре, груженой рыбой и елкой, он летел домой, бормоча. Рыбонька моя, да что же это я наделал? Рыбонька моя. Ворвавшись в дом, он увидел мать, хлопотавшую у русской печи. Где? Выдохнул Лешка. Жена где? Где-где уехала? Не знаю, где тебя носит. Лешка молча скачал до автостанции. Но автобус уже ушел. Можно себе представить, в каком состоянии бедолага добрался до дома. Там его ждали друзья. Лешка, да не переживай ты так. Ты пойми, самое главное, что любит она тебя, дурила. Раз приехала, точно любит. Да еще не все потеряно. У нас еще один Новый год впереди. По-старому. Махнешь к ней сам. К своей рыбке. Но, ну и рыбке отвезешь, конечно. Теперь я хотел бы перейти немножко к нашему литературному объединению. Вот когда я начал свою литературную деятельность, если можно так сказать, очень так, это высоко, высокими словами, значит, у нас вообще-то было и раньше литературное объединение. Но вот представляете, как обидно опять-таки. Вот столько, я знал тех людей, которые, вот, «Сурские зори» называлось, литературное объединение. И ничего не от него. Вот представляете, это, ничего не осталось. Вот я, это, даже никто, мало кто помнит. Я вот помню, я помню, там были очень хорошие филетоны. Вот отец у меня тоже филетонный. Хорошие были басни, вот у отца друг был. Он писал хорошие басни. Но ничего не осталось. И вот хорошо, что у нас, значит, образовалось литературное объединение. И сначала оно было при музее, вот. А я его возглавляю, значит, в 2007 году. Это уже 14-й год. Вот я возглавляю литературное объединение. Я хочу, значит, сказать, что у нас вот по литературным объединению. Значит, у нас есть эмблема. То есть вот, если мы открываем книжечки, вот не во всех, но в основном, в основном у нас, сейчас, у нас, вот возьму, вот смотрите, здесь вот есть, у нас эмблема нашего литературного объединения, промзинские слоги сурская. Вот такая эмблема литературного объединения. У нас есть гимн литературного объединения. Ну, в принципе, он у меня есть, вот, значит, на телефоне записан. У нас вот такое удостоверение. Мы его даем простенькое, но с фотографией, печатью. Вот. Вручает его представитель районной администрации. Мы проводим разные мероприятия, презентации, встречи различные. И вот принимаем литературное объединение и вот такое вот удостоверение. То есть, надо вот это все, ну, каждый по слову об истории, об истории, допустим, своей семьи, об истории поселка, своей улицы и так далее. Вот каждый оставит по слову, это может превратиться, то есть, это вот как капельки собираются в ручей Кирик. То есть, вот из этого можно, так сказать, собрать литературные коллеги. Я хотел поблагодарить тех, кто организовал эту литературную встречу. Кто здесь сейчас записывает литературную встречу, литературную гостиную, вот. Ну, и особенно Елену Викторовну, вот, Кувшинникову, которая, с которой у нас знакомство очень давно уже, и мы ее знаем как беспокойного, заботящегося, вот, о нас, беспокойного такого человека, доброжелательного, душевного такого. Вот, спасибо, я хотел поблагодарить. Спасибо. Благодарим Валерия Еремина за участие в нашей программе. Валерий Александрович скромный, достойный человек, зоркий, прозаик, человек, очень тонко, чувствующий природу. И если вы прочтете его рассказы, то увидите много живых подробностей нашей жизни и доброго юмора. Я желаю вам познакомиться ближе с творчеством Валерия Еремина. Дорогие друзья, всем желаю добра и радости, всего доброго. На этом наша программа завершается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова